Привет, друзья, меня зовут Ди. Сегодня мы снова говорим о человеке, который в крипто-сообществе считается Нострадамусом. DaVinci J15. Его настоящее имя Джереми. Думаю, многим из вас будет интересно задать Джереми как минимум несколько вопросов и получить на них ответ. Я нашел большое интервью с DaVinci. Оно было опубликовано 24 декабря 2018 года. Правда, оно на английском языке, но тем не менее, спасибо каналу ММКрипто за его работу. Ссылку на оригинал я оставлю в описании под видео. Ну а мне предстоит достаточно длительный перевод этого интервью на русский язык. Поехали. Как ты сегодня? У меня все отлично, большое спасибо. Кстати говоря, мое действительное имя – DaVinci, а полное имя – Леонардо да Винчи Стивен Герман. Мои родители, наверное, были пьяны, когда называли меня. Эй, как мы его назовем? Я был первым сыном, и они подумали, а давай назовем его Леонардо да Винчи. Окей, я буду говорить «Да Винчи». Спасибо за такое вступление. Это было круто. Итак, да Винчи, вы прогнозировали и даже видели будущее биткоина еще с далекого 2011 года. Кто-то говорит с 2009, мы об этом позже поговорим. А также, также вы предугадали коллапс MT-GOX. Это было очень потрясно. К тому же люди думают, что вы это Сатоши. Будет интересно узнать правду. Также для сегодняшнего интервью я взял часто задаваемые вопросы. Попробуем получить на них ответы сегодня, насколько это возможно. Поговорим о прогнозе цены биткоина, прогнозы на альткоины, являетесь ли вы Сатоши, об экономическом кризисе и о многом другом. Поэтому, ребята, подписывайтесь на два канала. Второй более важный, а первый – это мой канал. Если вы хотите контент о криптовалюте, альткоинах, ICO и, главное, биткоине, подписывайтесь на наш канал. И не забудьте подписаться на канал Да Винчи. Он загружает видеоролики с 2009 года. Контент о биткоине стартовал с 2011. Это просто потрясающе. Все ссылки будут в комментариях и описании, так что вы не пропустите их. А теперь приступаем к этому долгожданному интервью. Как у вас дела, Да Винчи? У меня все отлично. Как дела у вас? У меня тоже все хорошо. Очень взволнован возможностью взять у вас интервью, потому что все о вас говорят в нашем сообществе. И ваш канал просто взрывается с нескольких тысяч до более чем 30 тысяч подписчиков. Давайте начнем с самых важных вопросов, которые задают люди. Кстати, последний вопрос будет о любимых альткоинах Да Винчи в инвестиционном и фундаментальном смыслах. Но первый вопрос таков. Как, по-вашему, будет двигаться цена биткоина? Спустя год, три года и пять лет, например. А может и спустя сто лет. Будет очень интересно послушать ответ. Хорошо, интересный вопрос. Знаете, перед тем, как стать трейдером, я был хейтером других трейдеров. Потому что они вечно говорили, если это произойдет, то цена будет такой. А если случится то, то цена будет другой. Позже я понял это, и с тех пор я стал трейдером. Но я все равно их не люблю, потому что они ничего конкретного не говорят. А теперь я в шаге от того, чтобы делать то же самое. Я вас понимаю, но, пожалуйста, продолжайте, будет интересно. В любом случае, в этом-то и дело, да? Но с наибольшей вероятностью биткоин будет продолжать падать. И без какого-либо фундаментального события... Не знаю, к примеру, появлению настоящего Сатоши... О, так это уже случилось. Я всего лишь фейковый, Сатоши. А где-то грустит один Крейк. Или, например, правительство решит... Эй, а знаете что? Мы сдаемся. Мы собираемся переключиться на биткоин. И все теперь будут пользоваться биткоином. Если хотя бы одно правительство так поступит, то цена просто сойдет с ума. Пока этого не случилось, биткоин будет падать ниже, с большой вероятностью. Перед этим немного вдохновив людей отскоком дохлой кошки. Я в это верю. Не разбирайте это на цитаты, это всего лишь вероятности. Потому что случится может все, что угодно. Но есть большой шанс увидеть отскок дохлой кошки, а потом слив даже до тысячи долларов за монету. Да, мы тоже так думаем. Я имею в виду не курс тысячи долларов за биткоин, а то, что все подчиняется теории вероятностей. Все в этом мире. Еще интересный вопрос. С нашей точки зрения, однажды биткоин остановится на конкретной цене и будет расти в унисон с мировыми темпами роста. Интересно узнать, какую заключительную цену биткоина вы видите и на сколько процентов в год после этого он будет расти. Это хороший вопрос. Думаю, тогда биткоин должен быть примерно как золото с триллионной капитализацией. Примерно, а не точно так же. Может, как половина от золота. Я бы хотел провести глубокий анализ, чтобы рассчитать точнее. Но сейчас я думаю, что это 80 или 100 тысяч долларов за биткоин. Это правильная цена, если бы биткоин развивался наравне с золотом. Мы это увидим. Но это будут дикие скачки. Мы взлетим до миллиона долларов, а потом рухнем к этому уровню. Такие дикие вещи нас ожидают. Медленного подъема к 100 тысячам и длительного флета не будет в будущем биткоина. Нас ждет полное безумие. Почему все будет происходить именно так? Потому что Уолл-Стрит наконец ворвется в игру. А они, как и банкиры, любят манипулировать рынками. Даже если просто погуглить «рыночная манипуляция плюс название банка», можно найти статью об этом. Банк манипулирует каким-то рынком. Так что... Насчет деривативов. Если вы знаете, что это, это как пари на то, что случится дальше. Самое простое объяснение дериватива У людей будет возможность использовать деривативы против биткоина. Они собираются не покупать биткоин, а покупать пари против цены биткоина. Скорее всего, будет так, чем просто прямая покупка самого биткоина. Это станет причиной стабилизации цены на официальном уровне. Точно. Это слово имеет корень «извлекать выгоду». И ты действительно получаешь выгоду из конкретного актива, владея куском цифровой бумаги, даже не биткоином в этом случае. Эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Возможно, цена достигнет 100 тысяч долларов. Мы также ожидаем нового параболического движения в будущем, но не завтра и не спустя год, а чуть позже. Но, возможно, однажды мы снова нарисуем новую вершину, и это будет именно то, о чем вы говорили. Это достаточно оптимистический взгляд на вещи. Возвращаясь к теме Сатоши, о которой мы говорили в начале, я знаю, что вы сказали в своем последнем видео, что вы не Сатоши. Но, учитывая наш разговор о теории вероятности, есть такая вероятность, что вы являетесь Сатоши. Хотя это совершенно лишено смысла. Давайте прийдем некоторые аргументы перед этим, потому что существует теория предвзятости подтверждения. Это когда человек интерпретирует информацию, исходя только из своих убеждений. Короче, если человек во что-то верит, то приводит только подтверждающие аргументы, а не опровергающие. Мы проверили ваш канал, и первое видео вы опубликовали 12 октября 2008 года. Спустя 18 дней после этого была опубликована белая бумага биткоина. Вы рассказывали о золоте, о его плюсах, что у него ограниченное предложение, оно не подвержено искусственной инфляции и остальных пунктах, которые делает биткоин таким великолепным. К тому же вы очень критически настроены против банков. Спустя 3 дня после первого добытого блока в сети биткоина, 6 января, вы опубликовали видео, кто такой DaVinci J15, в котором представили самого себя почти как Сатоши. Но при этом вы не говорили о биткоине вообще целых 2 года. Это достаточно забавное наблюдение. Вы также предсказали экономический кризис, а биткоин был своеобразным ответом этому кризису. Поэтому эти факты тоже умещаются в эту теорию заговора, понимаете? Конечно, ваши прогнозы не всегда были правильными, но ведь Сатоши тоже человек. Тем не менее, большинство движений биткоина вы предсказывали удивительно точно. И, конечно же, прогноз коллапса MT GOX за 2 месяца до него – это вишенка на этом торте. Есть еще один факт, о котором мало кто говорит. Ваш канал был посвящен золоту и серебру с очень хорошим соотношением лайков к дизлайкам. Но потом вы сняли несколько видео о биткоине. Многим зрителям вашего канала это не понравилось, но вы все равно продолжили кормить их информацией о биткоине. Несмотря на то, что золото и серебро подписчикам это не нравилось, вы продолжали гнуть свою линию. И это заслуживает похвалы, потому что Сатоши сделал бы точно так же. Поэтому и то, что в 2011 году произошло, также входит в рамки этой теории заговора. Мы собрали чуть ли не все аргументы людей, подтверждающих вашу личность, как Сатоши. Теперь у вас есть шанс окончательно расставить точки над «и». Это окончательный ответ, ребята. Ну ладно. Придется согласиться. Я и есть Сатоши! Нет, нет, наверное, это не самая хорошая идея – раскрывать вашу личность. Я, наверное, вырежу это. Ребята, он не Сатоши. Конечно же нет, это просто шутка. Я знаю, знаю. Но это были сильные аргументы, согласитесь. Да-да, я теперь понимаю, почему люди считают меня Сатоши. Однажды я снял видео, в котором сказал своей аудитории «Эй, а возможно ли создать цифровую валюту?» Потому что я разработчик программного обеспечения, я устал от работы с золотом и серебром, которая не оправдалась, потому что правительство по итогу отбирает валюту, обеспеченную золотом. Поэтому, возможно, нужно выходить на рынок совершенно другой системой. Это электронные деньги, которые правительство не может отобрать. Не может отобрать обеспечение этих денег. Все сказали «Да не, это невозможно!» и так далее. А я все равно решил разобраться. Это было где-то в январе-феврале 2009 года. Я шерстил интернет, пытаясь ответить на вопрос «Как создать цифровые деньги?» И все коллеги по интересам говорили «Знаешь, проблема двойной траты – это одна из абсолютно нерешаемых проблем. Мы пытаемся решить ее уже очень долго, это просто невозможно». После того, как я это все прочел, я сдался. Сейчас я об этом жалею, потому что если бы я продолжил копать, я бы скорее всего нашел биткоин. Он же даже доллара не стоил, да? Конечно! Это просто легендарный ответ. Я бы тоже был в бешенстве. Блин, 2011 год. Ты покупаешь его за доллар или что-то вроде того. А еще мы видели ваши фермы в подвале. Тогда награда была 50 биткоинов за блок. Это просто жесть. Да, я добывал 35 биткоинов в сутки. Ха-ха, вау. Майнил 35 биткоинов в сутки. Значит, в среднем вы добывали почти один блок в сутки, два блока за три дня. Два блока за три дня. Да, точно так. Вау, это круто. Даже в 2013 году я майнил на асиках около 25 биткоинов в день. Даже в 2013, когда цена была около 100-200 долларов за биткоин? Да, даже когда цена подходила к 1300 долларам за монету, я неплохо майнил, потому что у меня было очень много асиков. Они у меня, кстати, и до сих пор есть. Только я уже не майню, потому что это перестало быть выгодным. У меня розетка стоит 14 центов. Подождите, получается, в самом начале, в 2011, вы действительно обеспечивали достаточно большую часть хешрейта сети. Вы действительно улучшили безопасность сети в целом. А сегодня вы бы вообще никакого влияния на эту сеть не оказали бы. Но в начале вы стали очень большой поддержкой для биткоина. Поэтому я и любой зритель этого видео, я уверен, считают, что вы заслуживаете каждого цента вашего состояния сегодня. А сейчас я бы хотел перейти к теме биткоин ETF. Многие люди говорят о нем сегодня. У вас есть несколько видеороликов о ETF на золото и серебро. Также мы обсуждали деривативы, поэтому следующий вопрос. А что вы думаете о биткоин ETF? Думаете ли вы, что это что-то улучшит? И вообще, какова ваша точка зрения по этому поводу? Что ж, я не думаю, что ETF что-то улучшит. Во-первых, банки владеют некоторым количеством биткоина. Я всегда изучаю банковские ведомости. Так я предсказал валютный кризис в 2008 году. То есть финансовый кризис, конечно же. Хотя валютный кризис – это его сын. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Но... Да, они все владеют биткоином. Они готовы и заряжены, пока публика продает. Это все продажа толпы. Это не институционалы. Это толпа. Потому что множество людей купили биткоин за 15 тысяч долларов, 18 тысяч, да даже за 8 тысяч долларов. Прямо на пиках. Так это и работает. Именно так биткоин взлетает так высоко. Скорее всего, эта ситуация была спровоцирована в том числе и банковской системой. Они знают реакции людей. И мы все среагировали. Потому что мы животные. Менталитетом мы стадо. Мы видим, как толпа идет в одном направлении, и автоматически к ней присоединяемся. Например, если вы услышите выстрел, и все бегут в одну сторону, вы будете бежать с этими людьми, даже не зная, где именно стреляли. Вы вообще можете бежать прямиком в ту сторону, где стреляли. Но вам все равно. Вы бежите со всеми, потому что у вас мало информации. И это то, что сейчас происходит с биткоином. Да и с любым активом, который так высоко взлетает. Все так делают, думает человек. И я буду делать так же. В итоге цена всегда возвращается куда-то в землю. Именно так это и работает. Мы уже уверены в том, что биткоин ETF примут. Но вопрос в том, когда? Знаете, я думаю, ETF точно примут. Это будет либо инициатива людей, либо банков. Возможно, банковская система поймет, что если они начнут это сейчас, то у них должно быть больше биткоина в преддверии роста цены. А на данный момент они в этом не заинтересованы. А знаете, я верю, что ETF будет запущен при достижении цены нового исторического максимума. Это мой следующий прогноз. Это чем-то похоже на фьючерсы, кстати. Помните декабрь 2017? Все такие, о, фьючерсы. Биткоин будет стоить 90 тысяч, и все будут шортить его и зарабатывать деньги на ботение. ETF может повторить этот сценарий. Но мы будем только рады. У нас уже есть некоторая доля в рынке, и когда он вырастет, мы будем частью этого. Спасибо за ответ на этот вопрос. Ребята, напоминаю, в конце интервью DaVinci расскажет о своих любимых альткоинах. А сейчас я хочу поговорить о некоторых проблемах технологии. Например, о масштабируемости протоколе Lightning Network. Что вы думаете о нем? Считаете ли вы, что он поможет масштабировать биткоин? Или, по-вашему, этот протокол полон пока незримых рисков и тому подобное? Я немного поигрался с этим протоколом. У меня было ограниченное время, потому что я сейчас разрабатываю кошелек Pandora. На самом деле, то, что я успел увидеть, мне понравилось. Я бы предпочел существование Lightning Network на других криптовалютах. И очень хотел бы, чтобы размер блока биткоина хотя бы чуть-чуть увеличился. Но пока что протокол слишком далек от мейнстримного принятия, как способ передачи денег. Понадобится еще минимум несколько лет, прежде чем это случится. Я могу ошибаться, потому что я недавно приобрел ноду, даже две. Это ноды как раз таки от Lightning Network. Ты просто включаешь ее, подключаешь к интернету и все. Я думал это круто, поэтому я купил сразу две, чтобы помогать поддерживать Lightning Network. Кажется, я пропустил причину, почему я предпочитаю Lightning Network другим протоколом. Да, ему нужно еще время для тестов, но он уже может работать с любой криптовалютой. Почему только биткоин? Он может работать на Litecoin, на Dash, да на чем угодно. И потом простое изменение сможет сделать работу биткоина нереально быстрой, просто моментальной. Угу. Я понял вашу точку зрения. Вы также упомянули об увеличении блока. Я думаю, что для этого придется делать хардфорк, потому что без этого увеличить размер блока не получится. Вы думаете, что увеличение блока это хороший способ масштабирования? Да, я общался с разработчиками. Наши обсуждения растягивались на целые дни. Я категорически не согласен с неувеличением размера блока. Но после диалога с Андреасом Антоно Лопусом я понял, почему они не хотят увеличивать размер блока. Потому что они хотят, чтобы люди запускали ноды. А если они увеличат размер блока, то разработчики сразу же начнут использовать это увеличение. Я подумал, ну ладно, это понятно. Но может быть тогда медленно увеличивать размер блока? Постепенно, маленькими шагами, чтобы у разработчиков не было возможности прийти и создать какой-то скелет Сатоши. И стремительно заполнить блокчейн. Сейчас разрабатывают также оффчейн решения. Потому что скоро случится новое цунами из людей, которые присоединятся к криптовалютной революции. И если они не смогут войти сюда из-за, например, комиссионных за транзакции, это станет проблемой. Ух, это очень горячая тема, ребята. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, можете высказать их в комментариях под видео. Как вы думаете, нужно ли биткоин увеличить размер блока? Или найти оффчейн решение? Это будет интересно посчитать. У нас все еще есть другие вопросы в нашем списке на данный момент. Может, продолжим с чего-нибудь очень интересного? Экономический и финансовый кризис 2008 года увеличили интерес к идеям биткоина. Поэтому такой вопрос. А как вы думаете, каким образом повлияет следующий кризис на биткоин? Что он спровоцирует? Позитивно или негативно скажется на цене криптовалют? Я думаю, следующий кризис будет кризисом доллара. Безусловно, это будет иметь позитивные последствия для криптовалютной индустрии. Но есть одна проблема. Вы не увидите увеличение ценности биткоина. Только оценку в долларе. Если доллар будет в коллапсе, цена пойдет вверх. Но вы не почувствуете какое-то увеличение своего богатства, своей покупательной способности. По сути, вы сможете купить все те же вещи. Конечно, будет небольшая прибыль, потому что есть люди, которые в свое время завязали, а потом начнут покупать на росте. Но с коллапсом доллара появятся люди, у которых не так много сбережений. Люди, которые не смогут зайти в биткоин. А с ростом цены на биткоин они будут покупать другие активы. По факту, мы увидим небольшую надбавку своих инвестиций в биткоин, но не очень много, учитывая все факты. По моему мнению, я могу ошибаться. Нет, это... Дисклеймер, дисклеймер. Но, я имею в виду... Меня это устраивает, потому что мы уже видели в этом году падение фондового рынка, и биткоин вел себя абсолютно так же. Поэтому, если мы увидим какую-то негативную корреляцию, то это все равно будет хорошо, даже если покупательная способность останется такой же. Наши инвестиции в криптовалюте – это хорошее хеджирование рисков. Если говорить о финансовом крахе, все так запутано и так хорошо спрятано. В Японии японский центральный банк владеет 90% фондового рынка. Я могу ошибаться с этими цифрами, хотя я знаю, что это больше, чем 90%. Может, 97% или что-то в этом роде. Это же банк. Ему нужно держать всю систему работающей. Да. Мы – свидетели конца этой фиатной системы. Системы, которая уже очень нестабильна. Это как смотреть на гору и видеть снежную шапку. Очень большую снежную шапку. А потом сказать «Хмм, она выглядит так, будто скоро спровоцирует лавину». Каждая снежинка станет причиной этой лавины, которая сметет с лица земли лежащую под ножья деревни, убивая всех на своем пути. Да, особенно Япония. С их количественным смягчением инфляции валюты с 1995 года в их стране уже не видно того роста. Это наблюдается и в Японии, и в Соединенных Штатах. В обеих странах уже пахнет валютным кризисом. Не только для доллара США, но и для японской иены. Я думаю, возможно, швейцарские франки и сингапурский доллар достаточно сильны. Но у остальных валют нет яркого будущего. Поэтому я на все 100% согласен с вашей точки зрения. Есть еще один вопрос, который касается Крейга. Согласны ли вы с желанием Крейга увеличить размер блока до 128 мегабайт? Это раз. И считаете ли вы, что Крейг это Сатоши, как он себя представляет? Это два. Можно быстро ответить, это не столь важно. Не верьте, что он Сатоши. Я думаю, Крейг обрел слишком много славы, как человек, который точно не является Сатоши. Конечно. Да. Я расстроен, что это произошло. Но знаете что? Это часть рынка. Здесь всегда будет мошенничество. Всегда найдутся люди, которые придут на рынок только чтобы обманывать других. Это всегда происходит. Но не все криптовалютные активы были созданы с целью обмана. Я думаю, большинство из этих якобы мошенников, это люди, которые пытаются произвести какой-то продукт, но в итоге у них не получается. Но процентов 10-20 с самого начала мошенники. О, я могу рассказать вам. Мы оценивали разные ICO уже на протяжении двух лет. С точки зрения ICO, 90% из них это просто безумное безумие. Они собирают деньги, но ничего хорошего не делают. 99% проектов, которые мы рассматривали, а их было около тысячи, не прошли нашего отбора по критериям. Нам даже жаль тех людей, у которых есть хорошие идеи. И они развивают проекты, используя собранные деньги для этого. Но большинство других просто скамятся, собрав деньги и ничего не сделав, кроме маркетинга. Очень больно смотреть, как это вредно для всего рынка ICO и остальных хороших проектов. Достаточно много людей спрашивают меня. Да Винчи, ты знаешь, как создать свою криптовалюту? Почему бы нам не сделать одну? Заработаем кучу бабла. О, так вы же создали одну в 2009 году. Извините, я должен был это сказать. Ладно. Я не собираюсь строить что-то, что не принесет никакой пользы. Я могу создать эту криптовалюту, но зачем это делать, если я не принесу никакой пользы сообществу? Я думаю, это просто аморально. Построить другую криптовалюту, только чтобы заработать денег. Это как-то неправильно. Я не могу это сделать. Это точно то, что сказал бы Сатоши. Я опять шучу, извиняюсь. Теперь, когда мы подходим к концу интервью, люди наконец хотят узнать долгожданный ответ на вопрос. Есть ли у вас любимые проекты среди альткоинов, на которые вы положили глаз с точки зрения инвестиций и фундаментальных причин, ценности, которые они несут? Может, вы назовете пару проектов, которые вам нравятся? Конечно же, с предупреждением, что это не финансовый совет. Проводите собственный анализ, ребята. Так вот, какие у вас любимые альткоины? Я знаю, вы с самого начала их критиковали и не любили, но позже вы все-таки их изучали. Прежде всего, подчеркну, я был биткоин-максималистом с тех пор, как он появился. И лишь в 2013 году я начал рассматривать другие криптовалюты. Мне тогда нравилась монета Namecoin, еще когда она вышла. Она несла свою ценность, и я даже ее майнил. Это что-то связанное с доменами? Имена на домены, да? Да-да, она называлась NMC, торговалась с BTC. Просто поищите на BitcoinTalk меня и увидите, что у меня был майнинговый пул этой монеты и биткоина. Но в целом, я был против остальных альткоинов, потому что я думал, что они забирают силы у биткоина. Потом один человек сказал, стоп, ты не любишь конкуренцию? Конкуренция – это двигатель прогресса. Она предлагает разные вещи. Я такой, а, ну да, твоя правда. И тогда я изменил свое мнение. Конкуренция провоцирует развитие. Компании соревнуются за первое место. Это сила капитализма. Точно так. Тогда я понял, что мне нужно входить на рынок альткоинов. И с тех самых пор и до сегодня я до сих пор люблю Dash. Это действительно хорошо организованный проект. Думаю, из-за этого я словлю много хейта в свою сторону. Много хейта. Даже не знаю почему. Честно говоря, не думаю, что со стороны разработчиков было ошибкой заниматься примайнингом и выводом средств. Было бы ошибкой сделать это и не иметь при этом никакой ценности. В этом и заключается соль. Он занялся разработкой проекта и ростом монеты, несмотря на то, что было раньше. Это то, что я ценю. И вот почему мне это нравится. Я думаю, у них большое будущее, потому что они не ждут, когда инвесторы начнут заходить на рынок, как в случае с биткоином. Нет. Они сами идут к инвесторам и подбирают их на борт. Я не знаю, слышали ли вы о Чорч Чикенс, которые принимают Dash в Венесуэле. Я слышал об этом и был очень впечатлен. Это большая работа и она стала возможной лишь из-за хорошей организации этого криптовалютного проекта. Следующая монета, которая мне нравится, это Steam. Нам нужно побольше таких криптовалют. Люди могут постить, не опасаясь цензуры, как в Фейсбуке или, скажем, как коммунистической книге. Неплохо, мужик, зачет поставлен. Ютуб и Твиттер тоже двигаются теми же путями. Кстати, многие люди, с которыми у меня были разногласия, почему-то попали под цензуру на Ютубе, Твиттере и Фейсбуке. И даже несмотря на наши разногласия, я не согласен с этими компаниями за их блокировки. Сегодня они вводят цензуру против них, а завтра против меня. Да. О, мы этого точно не хотим, не хотим. Да. Вы разглядываетесь теми и с инвестиционной точки зрения, ведь в нем заложена высокая инфляционная составляющая. Чем больше контента, я думаю, не так ли? Да, это так. Но, знаете что, организация может и работать, и не работать с высокой инфляцией. Нужно подождать и увидеть. По крайней мере, нужно дать шанс. И потом мы увидим, что произойдет. Тогда у нас будет шаблон, что не работает, и мы сделаем проект, который будет работать, не повторяя старых ошибок. Поэтому нужно пробовать различные типы организации криптовалют и публичных блокчейнов, позволяющих хранить ваш контент. Именно поэтому третья монета, которая мне нравится, это Тьюб Коин. Какая-какая монета? Туб Коин? Туб, по сути, клон Ютуба. Можете еще раз произнести это? Сори... В общем, что то вроде Ютуба. Понимаете? Мне нравится, что они делают. Я еще не достаточно хорошо изучил саму монету, чтобы с уверенностью сказать, что проект реально рабочий. Но идея и направление это то, что нам нужно в этом пространстве. Сработает этот проект или нет, кто знает Но мы сделаем выводы Вырастим, и я думаю, даже если этот проект провалится, придет другой случай с системой, полностью децентрализованной и позволяющей любому человеку публиковать контент Потому что в интернете очень много всяких вещей И лучше бы некоторые из них не были в этом интернете Как вы сказали, это не финансовый совет Но вложите туда 1 доллар, просто чтобы узнать, как это работает Да и просто чтобы какой-то маленький кусочек у вас был, чтобы быть частью этих проектов Если вы потеряете 1 доллар, вас это не сильно заденет, я уверен Но все же это не финансовый совет Точно так же я говорю и о биткоине А они не вкладывают даже доллара, ну ребят Вы тратите больше на билет в кинотеатр Да-да, вы тратите 7 долларов на кофе Это что-то типа 7 миллионов сатоши, если возвращаться в прошлое, 2011 год Сумасшествие просто Я тоже это проморгал Думаю, каждый должен иметь хотя бы 1 доллар Чтобы провести хотя бы одну транзакцию и понять, как это работает Чтобы просто иметь возможность обсудить это на конференции или в ресторане с другими людьми Да, это даст вам преимущество, когда дела пойдут вверх И эти дела станут мейнстримом Люди будут смотреть на вас как на профессионала Даже если вы заработаете хотя бы чуть-чуть денег на криптовалюте Просто взять и вложить 5 долларов туда, 2 доллара сюда Посмотрим, как это сработает Немножко с этим поиграться Да, это будет непросто Должен признать, что криптовалюта это вообще непросто, даже для пользования Было проще, когда был только биткоин Но для обычного человека, незнакомого с этим, все еще сложно пользоваться криптовалютой Но усилия в изучении этого стоят того Вы получите выгоду в будущем Согласен Давайте подведем какой-то итог Dash, Tubecoin и Steam Если вы хорошо отзываетесь о Dash, то что вы думаете о Monero? Возможно, это последний вопрос Это тоже публичный, открытый, анонимный блокчейн Да, мне нравится Monero Но, насколько я знаю, у них до сих пор нет какого-то визуального клиента Хотя я давно уже проверял Я этого тоже не понимаю Почему они никак его не представят? Это классный проект, но мы ждали интеграции с тем же Ledger так долго И было бы классно иметь что-то такое легитимное, где можно было бы хранить свои Monero Точно! Не волнуйтесь об этом Pandora кошелек будет поддерживать Monero Отличная точка зрения Значит, это ваш проект Кошелек Pandora это ваш проект Ребята, над этим проектом DaVinci сейчас работает И релиз уже очень скоро, я так думаю Это будет кошелек от самого Сатоши Опять же, не финансовый совет Я не хочу потом по судам ходить и все такое Еще раз спасибо, что ответили на все эти вопросы Это было действительно очень ценное интервью Наверное, самое ценное в нашей истории Наконец, я перевел это интервью, сломал голос и поломал мозги Интервью мне самому тоже было интересно DaVinci очень крутой мужик Я буду за ним следить и иногда переводить некоторые его ролики для своей аудитории А вас я поздравляю с наступающим Новым Годом Желаю вам крепкого биткоина, хороших людей рядом, чтобы всегда поддерживали в самых трудных ситуациях Например, на падающем рынке Окружайте себя такими людьми и цените их Надеюсь, следующий год принесет вам еще больше улыбок, тепла, профита и, самое главное, реализованных идей Как я в этом году реализовал все-таки свой мониторинг, пройдя через гвозди и битое стекло Но я это сделал Теперь нужно бинтовать стопы И пусть это кому-то не нравится Всегда такие люди найдутся Зато я знаю, что я могу сделать что-то реально ценное практически с нуля Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки Комментируйте, делитесь видео с друзьями Обязательно богатейте Меня зовут Ди, скоро увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»